Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Вот и вышел новый судьбоносный патч. А значит самое время обмазать новыми сигналами крейсер Аврора и пойти нагибать. Вот они, новые нашумевшие боевые сигнальчики. И лично меня в этом всем ожидал приятный сюрприз. Вот посмотрите, как у меня обстояло дело с сигналами еще вчера. То есть до выхода патча. У меня было много только сигналов на таран и на ПВО. Ну еще под соточку на детонацию. Все остальные мне приходилось покупать каждый бой. То есть в среднем 5-6 сигналов надо было покупать каждый бой. А это расходы каждый раз около 600-700 тысяч за выход в бой. Выходило довольно накладно. А теперь после конвертации у меня оказалось более 800 флагов Фокстрот. Более 600 – Индия. И более 2000 – Чарли. То есть теперь каждый бой мне надо докупать только 3 остальных флага, что гораздо дешевле. Но это серенькие флаги. Если же вы считаете, что плюс несколько хиленьких процентиков к ТТХ помогут вам нагибать, тогда к вашим услугам зеленые сигнальчики. Их можно купить за уголек или очки исследования. Но лично я этим заниматься не собираюсь. Мне хватит и серых. Если на халявку упадут какие-то зеленые, синие или даже красные, ну тогда одену на свою Аврору. А отдавать ценные ресурсы или тем более деньги за то, что повлияет на эффективность корабля лишь на уровне статистической погрешности, эта замануха не для меня. Я лучше попробую научиться играть еще лучше, чтобы еще меньше зависеть от прочих условий замечательной игры. А вот разделчик с новыми американскими эсминцами. Интересные кораблики, часть из которых можно получить на халяву или задешево. Я уже немало поиграл на десятки Линча и восьмерки Хоги. Обзор Линча уже вышел в адмиральском клубе на Бусти. Хога выйдет в ближайшие часы. Там же уже есть подробные обзоры и выводы по Конкистадору и Шато-Рено, у которого я обнаружил уникальную тактику нагиба, о которой я пока не видел, чтобы кто-то где-то рассказывал. Только ради этой тактики я его и буду брать сегодня. Также здесь имеется подробный обзор и выводы, поставшие доступной сегодня подводной лодке У-796. Ну и еще более сотни эксклюзивных материалов ждут вас в адмиральском клубе. Подходите, вам интересно и полезно, а канал, где изучают корабли, сможет продолжить свою работу. Итак, ранний доступ к новым эсминцам продлится два патча. Потом они вообще пропадут из доступа на три патча. И лишь патчи 13.11, то есть в самом конце года, станут доступны всем желающим. Ждать очень долго. Поэтому, если хочется получить их пораньше, то полезно знать, что семерку можно получить вообще бесплатно из базового боевого пропуска. А восьмерку Хог из улучшенного боевого пропуска, то есть уже почти бесплатно. А еще жетонов, полученных из наборов за ресурсы, календаря ежедневных наград и базового боевого пропуска, будет достаточно для получения экономического комплекта и постоянного камуфляжа для Хог. А жетонов за прохождение улучшенного пропуска хватит еще на камуфляж для девятки Мофит. Также каждому стоит зайти и посмотреть на свою удачу в разделе с новыми случайными наборами. Ведь если вы везунчик, то уже первым набором у вас может стоять десятка, восьмерка или экономический комплект на десятку и девятку. Ну а если нет, тогда решайте сами, стоит ли испытывать удачу, вытягивая наборчики с различным приятным содержимым. А счастливые обеспеченные люди могут вообще не заморачиваться и скупить сразу все за 54 тысячи дублонов. Будет два корабля, куча жетонов, обвеса и прочего. В общем, занятий в патче хватит на любой вкус и кошелек. Также в нем нас ожидают другие интересные акции, которые обсудим позже. Не переключайтесь. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Субтитры сделал DimaTorzok